Фритц Морджин Первое заседание клуба ватников, евроскептицизм и другие хвосты Фебюри 23, 2015-11-2-1 Был в субботу в Москве, на открытом заседании дискуссионного клуба Пилит Раша Лев Вел встречу Руслана Сташко, главный редактор Пилит Раша Кроме сотрудников и авторов нашего журнала были также такие знаменитости как, например, Николай Стариков, Анатолий Вассерман, Виктор Моран Краховский и Александр Разуваев Полная запись онлайн-трансляции заседания должна будет после обработки появиться на сайте Пилит Раша http colon slash slash politrussia.com Я получил на заседании замечательную возможность пообщаться со своими читателями И, должен признаться, проникся лежащей на мне большой ответственностью Конечно, я давно уже привык к мысли, что каждую мою статью читает 50-100 тысяч человек Однако в субботу я осознал, что эта сухая цифра складывается из реальных людей, которые ежедневно ждут от меня постов о России 2. Польша Магдалина Огарек, кандидат в президенты и глава партии СЛД, заявила, что Польша не по карману быть врагом России http colon slash slash aftershock.su slash Выборы президента Польши состоятся уже в мае 2015 года и, надо отметить, многие поляки уже довольно скептически относятся к традиционной для польских политиков русофобской риторики Так, польские фермеры устроили на днях в центре Варшавы массовый протест с требованием отмены разоряющих их антироссийских санкций http colon slash slash rozvsna.su slash Демонстранты несли гробы с надписью «Сельское хозяйство», выражая тем самым свою оценку нынешнего состояния сельскохозяйственной отрасли Польши 3. Некоторые проблемы с рейтингом наблюдаются и у канцлера Германии, госпожи Меркель Впервые в парламент западногерманской земли может пройти партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» Неудивительно, что в такой обстановке Вайровики Фриберга, бывший президент Латвии, заявила, что в нынешней геополитической ситуации доверять латышам выбирать президента было бы опасно 4. На Руксперте появилась большая статья о правах человека Не откажу себе в удовольствии поделиться с вами яркой цитатой господина Пистеля Каждое право основано быть должно на предшествующей обязанности Право есть одно только последствие обязанности, и существовать и иначе не может как основываясь на обязанности ему предшествовавшей Также на Руксперте появилась статья со списком военных операций США http.com.ru Пожалуй, это самый полный список в Рунете Следующий раз, когда кто-нибудь начнет вам рассказывать про добрых американцев, которые жаждут дружить, дайте скептику ссылку на эту статью 5. Национальная нефтяная компания Ливия, организация, которая контролирует все нефтепромыслы страны, заявила, что полностью остановит добычу нефти, если нападения боевиков на ее сотрудников не прекратятся В январе Ливия экспортировала почти 350 тысяч баррелей нефти ежедневно Это не очень существенный объем, тем не менее, остановка экспорта нефти из Ливии, надо полагать, сильно встревожит нефтяной рынок 6. Тем временем продолжает снижаться количество буровых вышек в США За два месяца количество буровых сократилось на 37% и откатилось тем самым к уровню осени 2011 года Если падение продолжится, а пока цены на нефть остаются на низких уровнях у нас нет причин для оптимизма Уже через несколько месяцев объемы добываемой в США нефти существенно сократятся 7. Любопытная статистика по ожидаемой продолжительности жизни Вопреки распространенному заблуждению, даже в средние века люди отнюдь не превращались к 30-му годам в глубоких стариков Если мужчина-аристократ доживал до 21-го года, он мог смело рассчитывать дожить в среднем до 60-70 лет Надо полагать, что в античности, в куда как более богатом и здоровом времени, срок дожития древних греков был еще длиннее Собственно, это не новость для тех, кто читал книги тех лет Или хотя бы немного интересовался продолжительностью жизни, скажем, римских императоров Тот же Тиберий, например, несмотря на свой крайне аморальный образ жизни дожил до 78 лет И, возможно, протянул бы еще какое-то время, если бы нетерпеливый Каллигула не задушил императора подушкой Вместе с тем, разумеется, средняя ожидаемая продолжительность жизни до начала века была крайне низкой Прежде всего из-за высокой детской смертности Кстати, если меня читают участники Википедии Пора бы уже добавить в эту статью на Википедии более актуальный график В статье указаны данные шестилетней давности, когда средняя продолжительность жизни в России была на 3 года ниже 8. Киев находится на последней стадии финансового истощения Доллары продаются на черном рынке по курсу выше 32 гривен за доллар Многие ожидают объявления дефолта уже в феврале-марте Вместе с тем, появились новости о кредите от МВФ Который теоретически мог бы дать финансам Украины еще несколько месяцев жизни Вот статья, в которой аналитик Кримс Нилта дает расклад по цифрам Если вкратце, хорошего выбора у Киева нет, проблемы зашли уже слишком далеко Впрочем, остается еще один вариант Господин Ляшко, лидер радикальной партии Украины, посоветует Бараку Обаме немедленно выделить Киеву 100 миллиардов долларов, а также списать все долги, которые Украина успела наделать западным кредиторам Если мистер Обама воспользуется советом господина Ляшко и отдаст команду перечислить Киеву 100 миллиардов, пожалуй, этих денег хватит как минимум до конца 2015 года Кстати, Украина уже согласовала с МВФ повышение тарифов на газ Они поднимутся на 280% 9. Евроинтеграция пошла в Молдове как-то не так Курс Молдавского Лея снизился с 13 до 20 леев Автор статьи полагает, что причиной обвала является применение традиционной для Запада схемы финансового грабежа подчиненных стран 10. Меня спрашивали, делают ли в России современные станки с ЧПУ, компьютерной системой управления Отвечаю. Да, делают 11. Познавательный рассказ о коррупции в Австралии Если вкратце, все примерно как в современной России На бытовом уровне можно годами жить, не сталкиваясь с коррупцией вовсе Однако есть отрасли бизнеса, которые коррумпированы настолько, что без откатов сколько-нибудь серьезные контракты заключить крайне тяжело 12. На народной энциклопедии Лурка Мори появилась статья «Невидимая рука рынка» Информация на этом ресурсе далеко не всегда достоверна, однако в данном конкретном случае статья получилась весьма неплохой 13. Россия установила исторический рекорд по сливу в КОС США За месяц мы избавились от американских облигаций на сумму в 22 миллиарда долларов HTTP colon slash slash aftershock.su slash Хорошо это или плохо? Не то, не другое Продолжается отвязка от долларовой углы Мы закрываем долларовыми активами долларовые кредиты Вместе с тем, интересен тот факт, что другие держатели КОС США также потихоньку сливают их обратно в Америку Кормящий штат и финансовый поток развернулся в обратную сторону Теперь США вынуждены выкупать больше облигаций, нежели они продают 14. Телепутешественнику Михаилу Кожухову запретили показывать фильм о Северной Корее Как утверждает автор, из-за того, что фильм рисуют КНДР недостаточно мрачными красками господин Кожухов пишет, что выложу свой фильм в интернет, однако я не зарегистрирована и, следовательно, не могу увидеть статью со ссылкой на этот фильм Какие-то видео есть на YouTube, но они слишком короткие, чтобы принять их за полноценное видео Вообще, вот вам совет от опытного обитателя интернета Никогда не выкладывайте на Facebook ничего для широкой публики Эта социальная сеть крайне враждебна к тем, кто там не зарегистрирован Кстати, насыщенная ссылками тема о Северной Корее есть на форуме Ruxpert 15. Николай Стариков подробно и убедительно объясняет, почему выстроенная Западом экономическая система не может существовать без военных конфликтов автор полагает, что Штаты загнали себя в угол, и что теперь им необходимо или разрушить Россию или столкнуться с одним из самых жестких кризисов в своей истории Я в целом согласен с товарищем Стариковым Увы, Штаты пока что явно нацелены на войну Процитирую пару фрагментов, в которых рассказывается о работе западных агентов в России Для донесения их, тезисов, до общества из небытия возвращены старые бойцы идеологических войн Незапятнанные участием в событиях 2011-12 годов Суть той точки зрения, которую они пытаются донести до российского общества, состоит в том, что сегодняшняя Россия поступает в соответствии с народной пословицей «Непосеньки шапка» То есть, Россия, отстаивая собственные геополитические интересы и нарушая все мыслимые и устоявшиеся международные правила, ведет себя так, как не может себе позволить страна-бензоколонка Точка Рецепт от всех этих напастей один Лечь под США Именно потому, что российское общество переболело либерализмом и не готово пока заболеть им снова Вместо либерального сценария «Самороспуска» нам предлагается патриотический сценарий шипкозакидательства На практике это выражается в том, что часть общественных деятелей, имеющих устойчивый имидж патриотов, настойчиво предлагает Тот самый силовой сценарий дальнейшего развития событий на евразийском пространстве Они дают те самые силовые трактовки уже произошедших событий, которые единственны и желательны для США Желательно настолько, что только эту часть российской общественной жизни государственные и общественные деятели Запада замечают, пропагандируют и на нее опираются в своей дипломатической и информационной работе против сегодняшней власти президента ВРФ Можно утверждать, что часть тех, кто называет себя патриотом России, вольно или невольно, но работают в паре с западными агрессорами Добавлю от себя, что ввод российских войск на Украину – это голубая мечта американских стратегов Именно этого они добиваются от России всеми способами Кстати, вот видеоконференция Дмитрия Пучкова, гоблина, которая упоминается в тексте 16. Хороший пример правильного ручного управления Наши власти договорились с производителями минеральных удобрений о скидке в 33% для сельхозпредприятий внутри России Это очень правильный шаг, ведь если льготные кредиты можно разворовать, чем и занимались массово псевдофермеры в 90-х годах То минеральные удобрения сложно использовать иначе, чем для ведения сельского хозяйства 17. В британском парламенте осудили вмешательство ЕС в ситуацию на Украине Лично я не склонен преувеличивать значение этого факта Островная Британия настроена по отношению к России традиционно враждебно И я пока что не вижу причин, по которым властители Туманного Альбиона захотели бы изменить свой настрой Еще одна широко обсуждаемая новость Позорные учения немецкой армии, во время которых солдаты Бундесвера были использовать вместо пулеметов крашеные палки от метел И снова, я вижу мало радостного в признаках деградации немецкой армии Ведь чем слабее будет армия Германии, тем сильнее немецкие политики будут бояться ослушаться приказов из Вашингтона 18. Интересный факт, оказывается еще до революции существовал проект опреснения Азовского моря Для реализации этого проекта